интервью российского президента не могло оставить равнодушным никого высказываются люди государственные деятели политики дипломаты все кто только может к сожалению не все понимают когда им следует помолчать или высказываться обтекаемыми формулировками ну просто чтобы не сесть в лужу в очередной раз как думаете кто на утро 10 февраля занимает топовое место по комментарию мы ставим олафа шольца когда мы увидели это нелепо интервью который дал путин мы поняли что он всегда много обманывает об истории этой войны сказала шольц обвинив российского президента в империализме вот же олаф царя небесного с его-то обстановкой в германии ему что-то высказывать и судить о нелепости у нас конечно может быть нелепое интервью или нелепое решение наши чиновники порой такого жару дают что не знаешь на какой голове носить их решения вот только у немца нет права нас критиковать почему да потому что у олафа страна формально есть а уже семимильными шагами движется в державный хоспис не в смысле что там за счет державы досматривают больных а в том что там сами государства содержатся на благие пожелания здорового человека доживают дни до своего распада и с таким багажом кто-то рассуждает на тему нелепости империализма завидуете не завидуете зависть не красит скорее напротив гонять в такую краску что в пору плакать над камнями голода регулярно всплывающими из рейна и других немецких рек впрочем олаф не одинок своих оценках генеральный секретарь гутерриш устами своего пресс-секретаря пошел еще дальше журналисты спросили у пресс-секретаря стефана дюжарика смотрел ли антонио интервью путина на что там ответили когда генсек наконец-то приходит домой новости это последнее что он делает вне зависимости от того что показывают он погружен в чтение книг по истории средневековья ола вдруг смотри вот это называется нелепость когда глава всемирной организации организации объединенных наций вместо того чтобы узнать о чем говорил лидер одной из сильнейших стран в мире читает книжки по средневековью но вы поняли тут идет вставка сергей лаврова но если подумать и воспользоваться настольным учебником логики европейца то все имеет смысл и государства культуры и общества семимильными шагами движутся к средневековью такой конфигурации разговор путина о каких-то ценностях личной ответственности и причинно-следственных связях действительно нелеп изучение гутерришем книг по средневековью фактическое штудирование инструкций и подготовка к европейскому будущему вот это нужное знание не учитывают господа нехорошие только одну деталь путин обращался не к ним от их гражданам которые хотят жить по-человечески в человеческом обществе они вот в этом вот всем учитывая резонанс и последующие за ним сарафанное радио эффект достигнут и и чем больше олафы будут возмущаться и высказываться обвинять россии в империализме из-за почтительного отношения к собственной истории тем быстрее западные граждане выкинут политиков из своих кабинетов а опыт там большой и изобретательность хорошая друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео а